Приветствую вас, мои родные и любимые христолюбчики, все братья и сестры во Христе, все люди на земле. Всех я приветствую, всем желаю всякого блага, счастья, радости, любви, мира, терпения в души ваши, в дома ваши, в семьи ваши, во всей сфере жизни вашей, чтобы все у вас было хорошо. Всем желаю доброго денька, неважно какого времени суток и хорошего настроения. Сегодня хочу поговорить о сути вещей, почему люди вообще находятся в сектах, почему людей устраивает самообман, жизнь во лжи, в религиозных сектах, православии, католицизме, протестантизме. Тут все очень просто, грубо, можно поделить на две категории. Первое, почему люди в них находятся, это потому что люди любят грех. Обе системы, ортодоксия, так называемая, кто знает, да, это православие, католицизм, все это одно и то же, только с двух разных сторон. Две стороны одной медали, в свое время просто не поделившие куш мирового господства, вот и все, и теперь просто в две руки рут овечек христовых. И протестантизм, всех его мастей и направлений. Что предлагает ортодоксия? Ты грешник, ты ничего с собой поделать не можешь, но ты можешь поплакаться. В протестантизме, в православии, ты убил человека, ну ты десять дева-богородица, дева-радуйся, скажи, и тебе все прощено. В католицизме пошли дальше или ближе, не знаю. Десять рублей положи, вот, и грех твой прощен. Хочешь согрешить, но давай еще сто рублей. Ты грешник, ты поменяться не можешь, природа твоя не меняется, характер твой не меняется, внутренний человек, твоя внутренняя сущность не меняется, но ты можешь поплакаться, заплатить, и все у тебя будет хорошо. Такое торгашеское отношение с Богом. Протестантизм все это отбросил, нет бы отбросить это, он отбросил это, и второй зло стало хуже первым. Он сказал, тебе вообще все пофигу, ты можешь делать что хочешь, поверивай в Иисуса Христа, в эту историческую личность, явившуюся, типа Сына Божьего, даже не Бога, явившегося во плоти, Сына Божьего, неважно, в теле он, не в теле, вознес там, просто я верю в Иисуса Христа, все. За это тебе прощны все прошлые грехи, настоящие и будущие. Неважно, исправляешь ты их, нет, изменилась твоя природа, нет, это не имеет никакого значения. Вот эти две таблеточки их устраивают, и люди, любящие грех, проповедуют, исповедуют сами, естественно, живут во грехе, исповедуют эти ложные учения и проповедуют их другим. К сожалению, это путь в ад, куда угодно, в гиену вогненную, в небытие, в никуда, как хотите. Вот. Иисус, это не учение Иисуса Христа. Учение Иисуса Христа человеку, Иисус призывал, измениться и из грешника стать святым самому. Это очень важно. Это и есть учение Иисуса Христа, а Он об этом говорил постоянно. Неважно, поверишь ты в Него, как в историческую личность, не поверишь. Это не имеет никакого значения для Иисуса. Их эти две таблеточки устраивают, одних и вторых. Что сделать с такими людьми, честно, я не знаю. Я так полагаю, ты тоже сам. Ну, не полагаю, я в этом убежден, вернее. Я даже неправильно выразился. Что это и есть то же самое, что Иисус говорил. Это хула на Дух Святого. Противление истине, сознательное. Человек просто любит грех. Ты ему говоришь, слушай, ну вот, убивать животных нехорошо. Он говорит, да, нехорошо, но я убиваю. И ничего с собой делать, главное, не собираюсь. Все. Ты человек, хоть ему чего, хоть коломная, албу, чеши, как говорят, это бесполезно. Человек любит грех. И все, ему достаточно сходить под полотенчиком батюшке, оправдаться по вере и никуда вообще не ходить. Я грешен, и это нормально. Все. И ты с таким человеком ничего не сделаешь. Его устраивает. Причем у него есть оправдание его греху. Потому что так-то его все равно, свет обличает каждого человека. Но он находит себе Моисеева покрывало, ничего не видит, ни истины, ни любви. Все. У него просто тьма на глазах, как Господь сказал, вы говорили хотя бы, что вы слепы. А он говорит, я знаю истину. Она в любви, да. Но я совершаю зло. Эти люди любят грех. И сделать с этим ничего невозможно. Конечно, говорить вот так можно. Хотя, опять же, просто вот есть интернет, я могу говорить на камеру этот ролик. Но, опять же, лично человек, раз ты ему такой скажешь, он от тебя уйдет или тебя пошлет, ты им больше такого не скажешь. Поэтому, пока человек, конечно же, сам не захочет отстать от греха, ничего ты не сделаешь. И есть вторая группа людей. Мы все-таки сделаем три группы людей. Вторая группа людей – это люди, которые… Я даже не знаю, стоит делить или не стоит. Потому что это вторая группа, и я хотел бы уже в противовес это сделать, так скажем, хорошее. Это люди, которые случайно погрязли в этом религиозном болоте. Сердца их рвутся. У них нету, как Господь сказал, я усморю на таких, и мне жалко, как овец, не имеющих пастырь. Их в эти путы завязали, обвязали, их запугали. Они думают, они сами не знают истины, она как бы есть у них в сердце. Они даже внешне видят, кто такие искренние сердца, даже в Евангелии. Видят, что это не совпадает ни на грамм с ихними религиозными сектами, в которых они находятся. Но у них не хватает смелости, примера, да, хотя у них есть пример Иисус, который так поступил, да. Но они почему-то... Ну, получается, просто, вы видите, смелость – это свойство Святого Духа. И, конечно, человек, который принимает Святого Духа Святого, вот по этой смелости личностного хождения за Иисусом, исполняя Его заповеди, вот кто даст человеку эту смелость? Ну, можно только... Я таким людям могу только посоветовать просить ее, да, укрепить Господу, дать тебе эту силу какую-то, да, если это действительно внутри полный дохляк. Вот. Потому что, конечно же, этих людей, каким образом? Они рвутся. Ну, нет, вернее, даже неправильно мне как к своей мысли, я не готовился особо, сейчас постараюсь выразить. Тут на две группы так все-таки делится, эта группа, да. Первая на них, конечно, давит. Вот эта вот система, вот эти вот горе-проповедники. Конечно же, каким образом? Первое – это неправильным пониманием греха. То есть, я вот хотел не так поделить, немножко недоговорил. То есть, есть действительно грех, и люди его любят. И есть ложный грех, который навязывает религиозные системы человеку. Именно поэтому люди и находятся в религиозных сектах, православии, католицизме, протестантизме всех мастей. Ну, и католики всех мастей, и православные всех мастей. Они там делятся, не переделятся все. Вот их сатана, придумав эти две, ну, две крупные деления на ортодоксию и протестантизм, их держит двумя способами. Либо он любит грех, и сатана ему дал, типа, эту лживую таблетку, типа, исцеляющую. И на самом деле человек идет к смерти, но он ему, давай, каждый раз обезболивайся, ты спасен по вере. Ты поплачься и иди греши дальше. И вот этими усыпляющими таблеточками он усыпляет их до тех пор, пока они не сдохнут. И вторая группа. Люди не любят грех настоящий. Люди всячески хотят святости. Познали истину, познали Христа, хотят к святости, стремятся к совершенству. Но из религиозных ложных навязываний понимания греха эти люди всегда живут в страхе того, что они грех, и им нужна вот эта вот обезболивающая таблетка. Какой пример? Все вот эти учения старцев, предания, заповеди человеческие. Ты платочек не носишь, ты греховна. А она не носит, и не собирается, и не хочет его носить. Ей все это противно. Но она идет в этом каяться. Ей же батюшка сказал. Она не носит его каждый день. Потому что она не понимает, зачем это. В этой праведности в платочке никакой нет. Он ей навязывает, она лицемерит, у нее очерняется сердце, потому что она лицемерит. Она пять дней не ходит, а в капище, в православное, идет в платочке. Она лицемерит, у нее сердце не на место. Она реально погрешает из-за этого ложного введения во грех. Ей навязывают этот ложный грех. Она думает, что она грешна. У нее чувство вины искусственное созданное. Естественно, ей говорят, что таблетка от этого только у попа. Поп ей дает эту таблетку временную, чтобы она не очнулась, а так и пребывала во сне белоснежки, и так и сдохла. И никакой принц не пришел ее поцеловать, чтобы она проснулась. Этот принц давно пришел. Этот принц наш Иисус Христос, наш жених. И он все давно души поцеловал, дав одну заповедь. Совершенствие в любви к всему Богом сотворенному. Вот и все. И, естественно, то же самое в протестантизме. Куча заповедей на заповеди, правил на правил. Сшили весь ветхий с Новым Заветом. Все ты должен делать, субботы соблюдать. Кто знает протестантизм, тот меня поймет. У человека появляется то же самое ложное чувство греха, неисполнение ненужных заповедей. Он и не понимает, зачем их исполнять. Он думает, что он грешен, ему нужна опять эта таблеточка. Он понимает, что он не может этого соблюдать. Он не хочет в душе, он рвется. При этом должен признаваться, что он грешник, и получать эту лживую таблетку. Получать и сам эту ложь проповедовать. От этого опять его сердце только находится во тьме. И так он изо дня в день, из смерти в смерти живет. Ну, с первой группы я сказал, те, кто любит грех, там все понятно. Пока человек не опомнится, сам не возненавидит настоящий грех, ничего, вряд ли. Мы можем призывать, говорить, но это мало даст результат. В принципе, и Бог его в сердце каждый день, каждую секунду призывает и приглашает к покаянию. А вот люди, которые хотят действительно, ненавидят грех, настоящие грехи, зло, его действительно не делают. Почему они находятся в этих сектах? Почему они не могут достигнуть совершенства? Вот по этой самой причине. Вы знаете, я на опыте жизни своей, христианские, 10 лет, немаленький срок, я считаю, достаточный срок, для того, чтобы делиться своим опытом. Пять лет, можно сказать, в интернете, много общаюсь сейчас. И знаете, много смотрю, наблюдаю. Конечно же, те, кто хочет достигнуть совершенства, религиозные секты надо оставить. Разово и бесповоротно. Выйти целиком из них. Глядя на Иисуса, именно так он сделал. Он никак, никогда себя не ассоциировал, не оппозиционировал, не исполнял заповеди иудаизма и всего с этим связанного. Он сам себя никогда не ассоциировал ни с законом Моисеем, ни с его авторством, ни с его исполнением, ни с заповеданием, соответственно, всего этого исполнять нам. Человек, только освободившийся целиком от религиозных пут, от этих мировоззрений, от этих ложных учений, и только который последует за голосом Бога в своем чистом сердце, алчущим и жаждущим истинные совершенства и святости, только этому человеку Бог начнет по его, естественно, как мы видим, желанию все открывать. И он ему будет открывать, потому что он что будет слышать, то и будет делать. Он не будет ни с кем советоваться. Он будет делать так, как говорит ему Бог в его сердце. От человека нужно только одно желание и действие. Ты пожелал? Выйди, освободись от этих людей. Настоящий учитель, как был учитель Иисус, он никогда не господствовал над человеком. Он призывал, он в ультимативной форме предлагал, но он не господствовал. Это очень важно понимать. От него отходили. Он сам отодвигал, но он не господствовал. Это очень важно. Во всех религиозных сектах это господство. И все прекрасно знаете, в любой секте. Это господство. Это иерархия. Только выйдя из них, вы сможете познать истину. Вы освободитесь от всех этих ложных грехов. Вы начнете понимать, слушай, получается в этом-то я был не грешен. Оказывается, это ложное учение, что я могу грешить, жить и грешить и утешаться тем, что я внутри-то дерьмо-дерьмо или вот тут так поступаю. А Иисус меня почему-то должен покрыть этой благодатью. Я почему-то в Царстве Небесном должен быть таким, каким я вообще не являюсь на самом деле. Почему-то я должен быть в Царстве Небесном, где много живых существ, которые любят друг друга, но в сердце моем, по моим делам, у меня скотобойня, а я почему-то должен оказаться там, в раю. нет. Ты начинаешь задуматься, слушай, то, что во мне внутри, то будет и наружи, и то, что пожелание моего сердца, где там и я там буду, я и попаду потом, после своей смерти, в скотобойню. То, чего я здесь желаю, то, к чему я стремлюсь. Слушай, оказывается, мысли, которые мне приходят, глядя на особь противоположного пола, и я просто спокойно, приняв эту мысль, отодвинул ее и не довожу до греха, там, если я женатый, замужний человек, к греху привык деяния, если я холостой, я не довожу до греха, там, насилие, да. Оказывается, я не грешен, это нормальная моя природа. Я господствую над собой. Да, эти чувства есть, они вложены специально для других целей. Их можно либо во благо пустить, либо во зло. Я не пускаю их во зло. Но, оказывается, мне не надо в этом каяться. Оказывается, я в этом плане чисто совершенен. И мне не нужно ни спасения по вере, и закрытия Иисусом своей благодати моих грехов. И мне не нужно эта лживая таблеточка Папа. Я, оказывается, и не грешу в этом. Вот две критерии, понимаете, очень простые, на самом деле. Человек, который любит грех, я понял, что все вот эти религии, секты, это лишь вот это вот сатанинское зомбирование того, чтобы человек вообще не очнулся и так и прожил во грехе. Это очень важно, да. Конечно же, те, кто хотят, люди, это все касается, всего абсолютно. Придумали этот культ причастия Бога Бога, да. Для чего все это сделано? Чтобы человека держать в рабстве и в страхе. Где Бог, там свобода. Где любовь, там свобода. Там нет никакого рабства, там нет никакой палки, там есть любовь и призывы к любви. Все, больше вы ничего не найдете. И невозможность быть с любовью и с истиной, если ты сам таким не являешься. Вот и все. Да ты и сам не хочешь, что он-то и делал. И ты там не будешь, потому что ты не хочешь этого. Не хочешь. Если бы ты хотел, ты бы в этой жизни, твои желания, твои мысли проявляются в твоей жизни. Если бы ты хотел этого, ты бы здесь это уже делал. Придумали, что природа человека грешна. Вот это вот. Тело это грешное. Я говорю, поэтому все мысли, все пожелания, чувствования это грех. Человек живет в этом чувстве, его на этом крючке держат. Говорят, что только его вот попы или пастыри или это лживое учение, за которое ты должен отдать десятину, может тебя от этого освободить. Конечно же, люди являются зомби, люди никуда не идут, ни к чему не стремятся, ничего не понимают, другим ничего умного сказать не могут. И так мы и живем. И так мир катится потихоньку в ад целыми днями. Что хорошего? Ничего. Конечно же, к тем, кто любит грех, у меня, что мне им еще сказать? Я постоянно об этом говорю. Если вы любите грех, это просто факт, вот и все. Тут не прибавить, не убавить. Это только Бог вас может быть как-то вразумит, как всегда, через внешние дела. Понятно, Бог любит всех. Я и сам проповедую, но в человеческих силах это бывает невозможно. Ко второй группе тут опять же получается ваше личное желание, только опять же надо понять, что где Бог, Господь сказал, отвергни себя. Когда он рассказывал о том, что ему надо не царствовать, а страдать на этой земле, что он сказал Петру, который уговаривал поступить по-человечески? А как по-человечески? Да не делайте этого с собой. Господь сказал, отойди от меня. А повернувшись к ученикам, сказал, кто хочет следовать за мной, отвергнись себя. Возьми крест свой и следуй за мной. Конечно же, те, кто выйдут из этих сект, вот вы и вступите только на путь Христов. Он восстал против всей этой ложной системы. Он пришел не к погибающим, а к погибшим овцам Израиля. Он пришел в мертвый дом. Конечно, тогда начнутся у тебя и поношения, и поругания, и непонимания. Чем ты начнешь жить святой жизнью, а от избытка сердца начнут говорить уста? Конечно же, в этом мире ты будешь не понимаем. Понятно, грешниками, язычниками, это само собой. Но религиозниками точно такими же. Вы поймите, человек, который святой, верный Иисусу, ученик его, ему не нужно ни оправдания по вере. Ему не нужна поповская индульгенция. Человек понимает, что Бог его призвал стать святым. Иисус сказал, кто сотворит и научит великим новичотцам, а кто хотя бы одну нарушит, тот самый маленький. Об этом потом Иисус и Павел будет говорить, как бы вам одетыми в бессмертие, да, ты будешь в царстве небесном, ты получишь вечную жизнь в первое воскресенье, но ты окажешься на гимн самым маленьким. Вы знаете, ну выйдите сейчас, мы же все живем, смотрите, я имею жизневые, насыются протестанты с этой вечной жизнью по вере. Я говорю, слушайте, ну мы тоже, вот я живу, в площади голой стоять, я хочу стоять в красивой одежде, быть ухоженным, красивым. Как вы этого не поймете, Иисус никогда не проповедовал черно-белую жизнь, эту, посмертную, по воскресенье. Иисус всегда говорил о том, что человек будет получать то, что он сам, трудом, своим потом и кровью из себя сделал. Вот и все. Бог никому ничего не дает, никого не наказывает и никого ни за что не вознаграждает. Человек делает сам себе. И Бог, явившись во плоти, дал нам в этом пример и обличение и образец жизни, что это возможно таким быть. Потому что мы сотворены по Ему образу и подобию. Иисус этот путь прошел, и мы должны пройти этим же путем. Мы не у Него сидим на плечах, ни на шейке, ни на кресте сзади катимся, ни саночки к Нему привязали. Мы берем свой крест и следуем за Ним след в след, стопочка в стопочку, как шел Он. А Он жил по правде и говорил правду. Он не придумывал всех этих преданий, которые на вас заповеди, на заповеди, закон на закон понавязали, понапридумали кучи грехов, которыми грехами то и вовсе не являются, лишь бы вас держать в своих путах, лишь бы делать вас рабами. Господь освобождал, Он пришел освободить пленных и измученных на свободу. Вы в этом участвуете, конечно, вы сами в беде и этой бедой светите, ибо вы тьма. Из-за таких, как мы, христиан, в этих путах, находящихся и имя Божьих у лица, потому что от христианства одно название. И то название, которое жизнью христианина должно было нести свет, порой несет еще и тьму. С устами христовыми режут, убивают, злословят, все делают на свете. По поводу борьбы с этими сектами, вы знаете, я говорю, сначала я переживал, помню, еще по младенству, по своему, так скажем, проповедническому, духовному, я говорю, терзался, думал, Господи, как же так, возможно ли. Вы знаете, потом мне Господь явно положил это на сердце, Он сказал, посмотри на меня. Я хоть и назвал свой вот этот канал проповеди, уже чуть-чуть по-другому переименовал и назвал его не просто, но я лайф переименовал в проповеди голоса пьющего в пустыне. На самом деле, даже голоса пьющего в пустыне, Ян Креститель, это ничего по сравнению с тем, что к еврейскому народу, так будем современным языком говорить исповедующим иудаизм и живущим по иудаизму. Пришел сам Бог. Сам Бог исцелял, воскрешал, доказывал свое и божество, и показывая свою сущность, которую любовь, и что это есть, то есть веки вечные, ибо он просто такой есть. И вы знаете, я когда мне Богосподь это открыл, я, конечно, об этом всегда, понятно, как и многие размышляют, многие понимают, что эти секты это живые наследники и сестры-близнецы иудаизму тому же самому. Вы знаете, я вот думал, Господи, ты сам пришел на землю, им проповедовал и ничего. Не прошло, кто знает, и там 20-30 лет иудаизм, евреи полностью отвалились от Иисуса. В принципе, эти года связывают с 70-ми годами, как раз, когда было разрушение храма Иерусалима, в частности, разрушение храма, когда они взбунтовались против римской оккупации. Буквально еще лет 10, потому что при том разрушении, как Господь им сказал, когда увидите это, бегите оттуда, во все края земли. Ясно, и все христиане вышли из Иерусалима, ну, так, полагаем, ну, все здравые, да, кто поняли это, увидели эти, как Господь сказал, события предшествующие, да, знающие там политическое состояние, видя, что их не вожди, собрались бунтовать против римской оккупации. И все вышли, ушли, никакого патриотизма в них не было, у них Отечество Небесное, они все оставили Иерусалим, ушли. Иерусалим был нереально разрушен, храм Соломона был стерт под корень, даже стена плача, о которой все время ее показывают, и говорят, никто не может доказать, что это стена даже того храма. Это может быть стена вообще города старого. Вот. Они уходят. Буквально 10 лет, когда они находятся в России, они уже все. Уже мы видим по посланиям, кто знает, по историческим документам, в принципе, иудаизм, и не то, что иудаизм, а сами евреи, еврейский народ, как нация, отваливается, не принимает христианство, не принимает учения Иисуса. Представляете, среди них ходил сам Бог. Некоторые, казалось бы, евреи, апостолы, ученики Иисуса, казалось бы, приняли его. Казалось бы, стали проповедовать. Мы видим первые церкви, мы видим послания, мы видим, как первый собор апостольский. Это же собор, по сути, евреев, в основной своей массе. Потому что проповедовалось, в первую очередь, по синагогам. И синагог кто-то каялся, кто-то нет, начальники или обычные люди. Но все это совсем недолго. И все. И целиком христианство переходит, так скажем, учение Иисуса Христа к язычникам, грешникам, а евреи оставляют. И вы знаете, это такой, на самом деле, ужаснейший, показательный момент, что, когда я над этим размышлял, Господи, а реально ли победить эти религиозные секты, православие, католицизм, предоставтизм, сделать так, чтобы они уничтожились? Нет. Я понял, что это просто, в принципе, невозможно, точно так же, как Господу, Богу, не удалось победить иудаизм. В его, как он это делал, Господь Бог, делал любовью, не палкой, не стирал его с лица земли, а именно попытался призванием людей сделать правильный выбор. Предложил им жизнь, они были в смерти, вкушали они смерти, до сих пор вкушает, и он предложил им жизнь. Они избрали смерть. Вы знаете, задумываясь над современным и еще с тех древних времен, когда учение Христова стало захватываться всеми этими государствами, начиная с царя Константина, всеми этими жадными, алчными попами, людьми, всеми этими хапугами, когда окончательная была смерть христианства, когда признали его официальным и государственным, и все, туда потекла вся нечисть, какая только можно было найти все посты, иерархов, тогда-то уже все, официальное учение Христово стало, конечно, антихристианским, его стали извращать как только могут, все они, типа, изволяйся Духу Святому и нам на своих соборах стали искажать, и все уже окончательно, уже под эгидой царя земного, царей земных, все стали лепить в угоду, то, что нужно кому, сатане, Бога противнику, конечно же, истину ее не убить, ее не заглушить, она достигла до нас, благодаря таким свободным и ищущим, молчащим душам, оно всегда будет в мире, это да, но это всегда будет малое стадо, это действительно так, чистое учение, это будет, знаете, тоненькая струя свежего воздуха в мраке тьмы, это маленький ручеек на действительно сухой, безлюдной, бескрайней пустыне, это так, но вы знаете, если у вас хоть что-то от моих слов, от подобных мне, что-то в сердце йокает, не бойтесь, не бойтесь света и истинности, Иисус сказал, если кто-то постыдится меня, да, вроде всем грешным, то ли в один, они же грешники, они же сами себя называют грешниками, посмотрите на них, я грешник, мне нужен Иисус, чтобы он закрыл меня своей благодатью, я грешник, мне нужно пойти поплакаться и заплатить ему что-нибудь у батюшки под полотенчиком, они же грешники, и вы знаете, вот это стыд или слабость, или трусость, исповедание истины, истинного учения Иисуса Христа, его жизнь и учение, как он поступал, это, конечно, печально, что это есть в этом мире, те, кто слышат голос Бога, никогда его в себе не заглушайте, эта короткая жизнь, она пройдет, неважно, кто идет кривым путем, друзья ваши, родственники, дети, родители, Иисус сказал в этом плане, это именно тот контекст, который я сейчас вам произнесу, кто возлюбит жену, отца, детей, мать более нежели меня, тот не достоин меня, ведь куда мы денем эти слова Иисуса, все эти слова Иисуса, всегда он говорил в контексте выбора между истиной и вот этой лжелюбовью, вы знаете, я говорю, когда я шел на эти какие-то компромиссы, вот особенно последние года, как-то немножко я так размягчился и думал, да, ну, наверное, надо вот как-то попроще, помягче, вы знаете, как я опять сейчас вышел, Господь же меня вывел снова с новыми силами, с новым уровнем, да, подрос я, окреп духовно, новый какие-то опыт, переосмыслил, тот опыт было время, я понял, конечно, вы знаете, ну вот что, ну вот начну я сейчас всем ублажать и говорить то, что ласкать их уши, да, буду учителем ласкающим, что это мне даст, я завтра, может подохну, что мне это же, эти люди, которым я проповедую, близкие мне или далекие, кажется, сейчас я так холодно говорю, вы знаете, ведь за это время, вот который даже проповедовал, сколько прошло тоже через меня, я говорю, а если дальше будет, сколько еще будет появляться и проходить, и вы знаете, вот именно я пытался с кем-то быть там мягким или еще что-то, и ничего это не давало, в оконцовке за чего-нибудь мы все равно расставались, и я понимал, что я в оконцовке проанализировал все эти ситуации, я понял, что вы знаете, истину я предал, и это осталось со мной в вечности, я чувствую это, я до сих пор помню об этом, а то, что он получается, и так мы пока расстались на этой земле, мы и так расстались, и что я приобрел, и ничего, я понял, что каждый человек должен жить абсолютно так, как он слышит голос Бога, всегда найдутся и противники, и единомышленники, это всегда, никогда не надо стесняться говорить о добре, о любви, о вере, об оповании, о кротости, да, так жить, так поступать, говорить, говорить так с ближним, говорить, слушай, если он тебя будет наоборот в этом укорять, что ты вот, мол, так делаешь, а я не делаю, или кто-то не делает, искать всякие-то оправдания, в писании там, или еще что-то, что касается любви, вы знаете, вот это вот попущение, так скажем, и я не говорю, что всех надо там посылать подальше, нет, вы знаете, вот это вот компромисс с грехом, он ничего не дает, ничего, я это понял на собственном опыте, надо идти кверху, в этом плане, надо самому, посмотрите на Иисуса, он несмотря ни на что шел, все его, кто его предал, кто отрекся, все разбежались, ну что, он полагался на человеков, нет, он шел своим путем, он являл нам истину, и казалось бы, вы знаете, ведь мы все время так вот думаем, что вот Иисус это сделал, этот подвиг нам, показал нам жизнь вот такую, а вот поставьте на себя, я говорю, на место этих учеников, на самого, так скажем, Иисуса, ну кто узнает об этом, завтра все об этом забудут, много было всяких людей на земле, и мы ни о ком ничего не знаем, ясно, что учение Иисуса Христа, конечно же, это учение самого Бога, не зря все это подтверждалось чудесами, по-другому у нас никак невозможно, и поэтому, когда ты на себя смотришь, вы знаете, понятно, мы не боги по естеству, хотя и в этом плане, но кто знает, это уже, это не разрешим антиномии, мы и есть, и были, и будем, в то же время мы имеем начало, я сейчас не об этом, кто знает мои мысли по этому поводу, это просто антиномия, которую никогда не понять, надо просто жить, ты просто есть, вот и все, это бессмысленное богословие, хоть Талмуды и перепиши, вот, а вот то, что о своей жизни, нельзя думать, что она слишком маленькая, как я уже много раз слышал от меня, такие вещи, как Иисус говорил, верный в малом, во многом будет верен, не думайте, что наша жизнь, наши поступки, вот эти, знаете, наше стояние в чем-то, оно настолько малозначительное, именно потому, что ты сегодня выстоял, вокруг тебя завтра могут выстоять очень многие, вот этот вот пример, святости, стойкости, он очень важен, и для других, и для тебя, все вот это избирание, каждым разом, что такое привычка, да, она же есть добрая, есть плохая, очень легко избавиться, от турной привычки, ты ее приобрел, тем же самым способом, и за дня в день, делай что-то, и у тебя просто навык, это то же самое, вы знаете, заповеди, их не надо зубрить, их надо исполнять, вот и все, ты их исполняешь, от избытка сердца, начинаешь говорить уста, потому, что ты живешь этим, вот и все, а то, что ты их зазубрил, и ими не живешь, ты их потому и не знаешь, и не помнишь, тебе надо их именно зубрить, каждый день повторять, потому, что ты ими не живешь, вот и все, а заповеди учатся очень легко, ты начни ее каждую исполнять, ты 10 дней исполняешь, она потом у тебя привычкой становится, ты можешь даже забыть, как она формируется, формулируется в Евангелии, а ты сам другому скажешь, что так надо жить, потому, что ты так живешь, ты просто расскажешь ему свою жизнь, и ты уже скажешь об этой заповеди, вот и все, мы должны ходить живыми Евангелиями, быть богами на земле, вы знаете, христианство, это немалозначительное призвание, и жаль, что люди им пренебрегают, это та драгоценность, то сокровище, вы знаете, за которое действительно, как Господь предстоит сказал, можно все продать, я благодарю Господа моего и Бога нашего, что Он мне это открылся мне, и моя жизнь изменилась, я остался счастливым, я знаю, куда я иду, кто я, зачем я, что мне делать, как поступать, вот так вот, поэтому вы пока не освободитесь оттуда, я вам сказал эти причины, как вы вырастите, никак, никак, и причины именно этим, к сожалению, либо из-за любви к греху, но это вообще уже частный, это ваш выбор, кто на него может повлиять, а второе, это к сожалению, что вам это навязали, будьте свободны, освободитесь, сделайте счастливыми, и вы начнете жить святой жизнью, настоящей святой жизнью, святость невозможна в этой жизни, Иисус к ней призывал, если ты не живешь свято, ты не живешь по Евангелию, ты и с ним не будешь, это очень важно понять, а почему не получается разберитесь, вы должны понимать, что мне, это мне навязали, или я сам так думаю, если я сам так думаю, тут очень просто, вот как я вам рассказал, вы пойдете по обратной, от обратного, то что я вам сказал сегодня, по обратной цепочке, так, хорошо, я почитал себя грешным, я вам конечную инструкцию говорю, и на сегодня мы заканчиваем, вывод какой, а то все как любят, все очень плохо, а что делать, я вот к этим людям не отношусь, да, после сегодняшнего ролика, что вы должны себе сказать, слушай, да, меня убедили везде, что я грешник, а Иисус сказал, что я должен быть святым и совершенным, призывал делать меня это самим собой, он не говорил, что я благодатью его это стану делать, нет, он говорил, любите, делайте, творите, поступай так же, кто будет слушать и не исполнять, он нигде не говорил этого хиненского бреда, который мне навешали на лапшу, я же чувствую, что я сам, либо грешу, либо творю благо, вы должны во всех рассмотрев свою жизнь, взять сегодня и поисповедоваться перед Богом, проанализировать, в чем я действительно грешен, а в чем нет, что я делаю и не так, если я думаю, что это грех, слушай, это мне так вбили в голову, я так от этого устал, оказывается, это и не грех, оказывается, я свободен, оказывается, я никому ничего не должен идти, и пкается за то, что я в простынке на голове не хожу, хотя она мне не нужна, и все, и все, что вы сегодня вы себе поисповедаете, скажете, слушай, я не свят в том-то, в том-то, в том-то, можете на бумажке записать, разобрать, это настоящий грех, поделите, я реально вам даю совет, от опыта, поделите листик на две вещи, в чем у вас сердце неспокойно, вы когда разделите, вы увидите, что половина, вам придется признать, слушай, это полная хиней, мое сердце, я никому ничего плохого не делал, в этом греха никакого нет, это религиозный бред, прям зачеркивайте его, забывайте на всю жизнь, не делайте, а соответственно, не будете другим проповедовать, более того, вы будете делать обратное, и будете проповедовать людям истину, второе, вы убедитесь, слушай, если я вот это делаю, не важно, что это где-то из сектах похожие вещи, говорят, что это плохо, и я это делаю, почему я это делаю, я люблю грех, у вас в разделенном этой страничке получится два столбика, ложь и правда, правда в том, что вы любите этот грех, а ложь в том, что эти грехами не являются, вам их навязали, у вас ложное чувство вины, когда вы посмотрите на этот два столбика, я говорю, столбик с ложью, можете зачерпнуть, выплюнуть его, выкинуть на помойку, как ненужное, и жить спокойно, счастливо, и свято, потому что вы в этом не грешны, это и не грехи никакие, от того, что у тебя даже у замужнего, или у женат, и приходит какая-то мысль сексуальная, глядя на красивую женщину, или мужчину на улице, это не грех, грех будет тогда, когда ты захочешь с ней познакомиться, даже в мысли своей, начнешь эту мысль в себя впускать, это будет грехом, если ты скажешь, Господи, и слава Богу, что это такая красотка, идет мимо меня, что мой глаз сегодня полюбовался, и пошел дальше к своей любимой жене, поцеловал ее, обнял, и живешь дальше, это оказывается, ты не согрешил, ты не сделал ничего плохого, ты наоборот, сделал благо, ты грех выкинул, не открыл ему дверь, как сделал Каин при дверях лежащему греху, и убил брата своего, ты этого не сделал, ты не согрешил, и второй столбик, где вы понимаете, что это не от навязывания культов, не еще, не то, что я сам знаю, что это нехорошо, я знаю, что убивать животных нельзя, я знаю, почему я это делаю, я люблю грех, я люблю зло, я безумен, потому что я люблю зло, я вас уверяю, ну я надеюсь на это, что здравый человек, увидев свои грехи в столбике правды, или его бывшего самообмана, где он надеялся, что Иисус его покроет своей благодатью, или поп ему все простит, до следующей исповеди, человек, если откроется Богу чистым сердцем, я вас уверяю, что он зарыдает, выкинет этот листок, и больше никогда этого ничего не сделает, чтобы в следующий раз не писать этого никогда, ему не надо будет этого писать, и зазубрить заповеди, не убивая, же он не будет этого просто делать, это не будет его природой, и навык, который он начнет делать, пусть завтра через силу, побороться с грехом придется, через некоторое время станет его природой, это будет то заслуженное им самим небесное царство, которое хочет Господь, чтобы человек сам сделался святым, сам вырос, сам стал совершеннолетним, достойным небесного царства, его ребенком, его братом, как хотите, его невестой, достойной, красивой, вот и все, очень простой способ, но прежде всего, это открытое Богу сердце, без этого, если вы врете сами себе, ничего вы никогда не достигнете, если вы самообманываетесь, Бог по ругаем не бывает, вы пожнете то, что вы будете в этой жизни сеять, вот и все, Бог никогда вас ни за что не простит, Бог никогда вас ни за что не вознаградит, вы получите то, что вы заслуживаете, и то, это так громко сказано, опять образно, что вам что-то сделают, это просто, это вас есть сейчас, это просто явится всем наружу, вот и все, и это будет вы такими будете, и вы в таком будете вы будете там где вам хорошо хорошо на скотобойне вы будете на скотобойне со скотобойцами вот и все но убить скорее всего будьте друг другу уже ну вот так вот на это у меня все надеюсь этот ролик кому-то что-то откроет будет полезен назидательный и жизнь ваша изменится и вы засияете настоящим светом христовой любви мира радости терпения любви к врагам кротости смирения в этой жизни настоящих не ложных настоящих не как в патриках написано какое там смирение а какой будет вам господь открывать по течению по опыту вашей христианской евангельской жизни по образу учению примеру иисуса христа бога явившегося на земле